Здравствуйте! Перед нами такая же матрица, как и на прошлом уроке. На этом занятии мы опять-таки попробуем вычислить определитель этой матрицы, но только другим способом. Вот наша матрица А. Это матрица третьего порядка, ее размер 3х3. Приступим к вычислению определителя этой матрицы. Запомните, что для любой матрицы третьего порядка здесь всегда будет плюс, здесь минус и здесь опять плюс. Сначала умножаем 1 на 4. Это будет плюс 4. И плюс 4 мы умножаем на определитель подматрицы. А какая это подматрица? Если мы вычеркнем столбец и строку, в которых находится элемент 4, то останется вот такая подматрица размером 2х2. Мы умножаем 4 на определитель подматрицы. 5, 3, 0, 0. Переходим ко второму элементу матрицы. Здесь уже будет знак минус. минус минус 1 умножить на определитель подматрицы уже этого элемента. Убираем первую строку и второй столбец. Остается 4, 3, минус 2, 0. Дальше идет опять знак плюс, плюс 1. По сути, эти знаки плюс и минус показывают, что мы должны умножить элемент матрицы соответственно на 1 или минус 1. Значит, плюс 1 умножить на определитель подматрицы этого элемента. Вот она. Убираем первую строку и третий столбец. 1 умножить на 4, 5, минус 2 и 0. Теперь нам нужно вычислить определители вот этих трех матриц второго порядка. Определитель первой матрицы равен 5 умножить на 0 минус 3 умножить на 0. И все это умножается на 4. В скобках получается 0, а 4 умножить на 0 – это 0. Значит, это все равно 0. Теперь это часть выражения. Минус минус 1 – это плюс 1 умножить на 4 умножить на 0, минус 3 умножить на минус 2, а это равно минус 6. 0 минус минус 6 равно 6. И 1 умножить на 6 равно 6. Значит, плюс 6. И, наконец, плюс 1 умножить на 4 умножить на 0, минус 5 умножить на минус 2. И это равно 0 минус минус 10, то есть 0 плюс 10, или просто 10. Значит, это равно 0, это 6, а это 10. Таким образом, определитель данной матрицы равен 16. На этом все. До скорых встреч!